Собственное развитие, развитие собственного интеллекта, развитие собственного вкуса, постоянная работа над собой должна носить методичный, контролируемый характер. То есть это не должно быть, что захотелось, что-то поделала, почитала, сходила на выставку. Не захотелось, не произошло этого. Только когда это входит в привычку, тогда это начинает быть эффективным. Собственно, это работает только так, а не как иначе. Некоторые вещи, о которых я буду вам сегодня говорить, возможно, вам покажутся очевидными. Но я надеюсь, что они помогут вам навести порядок в голове. И здесь снова тот же принцип. Нужно просто взять и сделать это именно так, и не как иначе. Это работает именно в такой связке, в такой последовательности, только при таком подходе. Другого способа развить вкус, сформировать вкус и при этом получить обозримый реальный эффективный результат, к сожалению, пока не изобретено. Можно человека надрессировать, но если речь идет о собственном развитии, здесь с вашей стороны тоже должна быть довольно серьезная работа. А какая, о ней, собственно, сегодня и поговорим. Развитие чувства прекрасно. Очень часто меня спрашивают о том, что такое вкус, откуда он берется, можно ли его развить. Да, можно развить вкус. Вкус – это та сумма, это тот опыт эстетических переживаний, которые случились в вашей жизни. Чем больше моментов, когда вы восхищались красотой, у вас было, тем, соответственно, у вас их больше еще будет, и тем более осознанно вы можете подходить к формированию своего вкуса, к формированию своего стиля. Если таких моментов было немного, то, значит, вы не умеете их чувствовать, вы никогда не научитесь видеть красоту даже в какой-то бытовухе, даже в каком-то трэше. И только через насмотренность, только через опыт эстетических переживаний вы можете прийти к какому-то определенному вкусу, к чувству прекрасного. И другая составляющая любого вкуса – это индивидуальность. Вкус – это не то, что пришло с институтами, не то, что пришло с академией, не то, что было вбито в голову через учебники. Вкус – это ваше мнение относительно того или иного предмета. Есть замечательный цикл телепередач «Дело вкуса», где американский, британский художник Грессом Перри изучает вкус рабочего класса, вкус среднего класса, вкус аристократии. И там, собственно, он приходит к выводу, что вкус проявляется именно тогда, когда вы делаете выбор. Нет хорошего вкуса, нет плохого вкуса, есть вкус, соответствующий вашему окружению и привычкам выбора вашего окружения. Поэтому осознанный подход именно ко вкусу, как к процессу социализации – вкус – это процесс социализации. Если у вас хороший вкус, вы будете легко находить общий язык с другими людьми. И плюс, если у вас специфический вкус, уже на основании этого специфического вкуса, вы также будете социализироваться, воспринимаете вкус как инструмент социализации. Он помогает вам находить своих людей. Чем более ярко он выражен, тем легче вам находить своих людей. Самый простой пример – это то, как сходятся подростки на примере музыкальных предпочтений. У взрослых, конечно же, все сложнее. Там вкус может иметь как положительную, так и негативную коннотацию. На основании общего видения каких-то процессов современной эстетики, общие фильмы, общая музыка, общие книги, общие места, куда вы ходите – это то, что формирует естественную эмоционально насыщенную дружбу. Причем даже если в какой-то момент ваш вкус расходится с вкусом вашего друга, вашего приятеля или по вашей второй половинке, если вкус достаточно ярко выражен, он уже сам по себе может представлять интерес. У меня со многими друзьями вкусы расходятся, потому что вкус у меня, мягко говоря, довольно попсовый. Я его затачивал как раз под то, чтобы работать с большой аудиторией, чтобы быть понятным широкой аудиторией. Но при этом я позволяю себе иногда довольно-таки спорные, трешовенькие какие-то моменты. И так как он четко сформирован, так как он является уже для кого-то, даже для людей другого вкуса, мое мнение, мой вкус является чем-то интересным, потому что сам по себе это уже объект. И основа этого костяка – это индивидуальность. Когда ко мне приходят молодые стилисты и спрашивают, вот как заслужить какой-то авторитет, как заслужить какое-то внимание, какие шаги нужно сделать, я всегда объясняю, что мы работаем в той сфере, где не может быть 2х2х4. Нет абсолютных величин, нет каких-то констант. Все меняется, все меняется каждое десятилетие. Даже человек, который был актуален как стилист, как дизайнер в прошлом десятилетии, сейчас может ничего из себя в творческом плане не представлять. Но если у тебя есть свое видение, если у тебя есть свой вкус, если у тебя хватает мозгов подвести под эту теоретическую базу, и ты можешь другим людям объяснить, почему это красиво, рано или поздно вокруг тебя начнут собираться люди, которые считают точно так же. И именно вот эти люди формируют твой авторитет. И со временем вокруг тебя формируется такой островок, который заметен с других островков, и они видят, что это не маленький островок. Значит, он по-любому тоже должен иметь какой-то определенный авторитет, иметь какой-то вес. И развитие любого вкуса начинается с эмоционального потрясения. Наш вкус проявляется в тот момент, когда мы испытываем сильнейшую эмоцию, сильнейшую положительную, либо сильнейшую негативную эмоцию. И для того, чтобы запустить процесс формирования вкуса, крайне важно насытить свой визуальный ряд вот этими сильнейшими положительными и сильнейшими негативными эмоциями. И обратите внимание на последнюю строчку на этом слайде, для чего нужен трэш. Трэш – это как раз оттеняющая негативная эмоция. Часто я своим клиентам после консультации даю какие-то фильмы, какие-то картинки посмотреть, и обязательно добавлю пару фильмов, которые, как я понимаю, вызовут у них острую негативную реакцию. И вот, собственно, эта эмоция, которая оттеняет то положительное, что они могли видеть в других фильмах, в других объектах искусства, которые я им предложил, усиливает впечатление от этого положительного. Крайне важно, чтобы ваш стиль, ваш вкус постоянно испытывал эмоциональные потрясения. Испытывайте его трэшем, испытывайте его чем-то новым, ставьте его перед новыми задачами, когда вам необходимо оценить, это красиво или не очень. Я когда делал свой проект как современный художник, работа редактора, если видели фотографии из Парижа, с девушкой в платье из фольги, из полиэтилена. В чем смысл проекта? Работа редактора – это постоянная оценка, постоянная необходимость оценивать, красиво это или некрасиво, достойно ли это мнение, достойно ли это внимания других людей, либо недостойно. В современном модном мире эту работу редактора постоянно выполняет потребитель моды, то есть вы. Человек, выбирая одежду, глядя на фотографии с показов, глядя на фотосессии, глядя видеоклипы, обращая внимание на образы знаменитости, он всегда дает собственную оценку. Такова характеристика нашего сознания, такова основная характеристика современного человека. Нам до всего есть дело, и мы знаем, что сколько стоит. Но мы можем быть люмпенами, если под нашей оценкой нет ничего положительного, если мы просто все кулим, и можем в то же время быть адекватными критиками, если мы четко понимаем, что такое красиво и что такое некрасиво. Чтобы понять вот эти два полюса, нужно свой вкус нагрузить и четко, не боясь давать оценки. И при этом постоянно оглядываться на свои оценки, сопоставляя их. Почему вот это, вот это вы посчитали красивым, а это, это наоборот, считайте, не должно занимать место в общественном пространстве. Вкус – это понятие универсальное. Как я всегда говорю, если человек неплохо разбирается в искусстве, значит, с одеждой у него тоже проблем не будет. Это не касается, конечно, лабораторных отечественных исследователей, которые зациклены часто на каталогизации того, что уже есть. И фактически не в курсе современного положения дел в современном искусстве, если речь идет все-таки о современности. Вкус – это всегда понятие синкретичное, но распространяется не только на одежду. Если вы хотите изменить свой образ, измените интерьер, измените книги, которые вы читаете, измените места, которые вы посещаете. Невозможно новый образ переживить в старую среду, где до этого существовал другой образ. Другой образ просто не даст ему там прижиться. Обязательно нужно очистить среду от старого, что связано с старым образом, и дать обязательно новому образу какую-то питательную среду, какую-то поддержку. Вместе с новыми вещами в вашем шкафу, в вашем доме должны появляться новые картины, новые фотографии, новые книги. И вы должны смотреть новые фильмы. Причем желательно ориентироваться на современный кинематограф, который дает все-таки более или менее современную картинку, даже если она иногда выглядит трешово. Насмотренность и начитанность – это два фактора, которые обязательно присутствуют в характеристике человека с хорошим вкусом. Не бывает хорошего вкуса у человека, который мало видел в своей жизни. Нужно смотреть много, нужно читать много. Мне иногда спрашивают, как у вас так удалось выработать какой-то стиль в текстах, чтобы вы пишете такие одновременно легкие, но при этом глубокие тексты. Я просто очень много читал до этого. И нужно понимать принцип, который применяется в современном искусстве. Опыт художника сильно ценнее того опыта, который испытывает зритель. То есть то, что пережил художник, создавая произведение, презентуя это произведение, намного ценнее, намного объемнее по определению, чем то, что может испытать зритель. Раньше могло быть по-другому, когда люди жили в мире без телевизора, без радио, видели только черно-белые, очень мутные фотографии, то редко. Видели какие-то образцы плохого художественного, художество использованного в общественных пространствах. И когда они приходили в галерею, они видели картину маслом, и это было самое сильное потрясение в их жизни. Нас это, конечно, не потрясает, потому что у нас экран на телефоне намного ярче, чем любая картина импрессиониста. Но для человека того времени это потрясение, конечно, может быть сильнее, чем потрясение, которое испытал художник, создавая эту картину, которую эти картины создавал сотни. Сейчас нет. Сейчас мы живем в мире настолько перегруженным образами, идеями, запахами, звуками, что художнику все труднее создать вот это пространство, в котором бы мы отключились от всего, с чем пришли, и испытали бы что-то новое. И получается, что автоматом опыт, который испытал художник, намного ценнее того опыта, который получил зритель. Но это не исключает тот факт, что вы как зритель имеете возможность испытать огромное количество разнообразных опытов, и именно из суммы вот этих вот опытов, и складывается ценность вашего мнения как зрителя. То есть чем больше вы видели, то есть как для художника, чем больше он сделал до этого, тем дороже его новое произведение. Для зрителя то же самое. Чем больше он видел до этого, тем дороже та эмоция, которую он испытывает в ходе ознакомления с новым произведением. И важно не только видеть, но при этом еще и понимать, что происходит в эстетическом плане в современном мире. Зачастую моду воспринимают исключительно как область, ну, довольно инфантильную. Исключительно через цвета, красивое сочетание материалов, красивые пропорции, которые подчеркивают естественную красоту женщины. Но совершенно не учитывается эмоциональная составляющая и информационная составляющая, которая зашита в эту одежду, которая зашита в эту эмоцию. Приведу конкретные примеры современного искусства. Недавно польский художник проделал путь пешком от Калуги до Польши, повторяя путь, который проделал его дед, в свое время убегая из ГУЛАГа, из одного из лагерей ГУЛАГа. То есть человек в свое время для того, чтобы спасти свою жизнь, прошел пешком через леса, прошел через какие-то богом забытые деревни, несколько месяцев шел зимой через вот эти сложные условия для того, чтобы выжить. Насколько сильная эмоция в этом кроется. Затем другой человек, у которого с этим человеком есть определенная эмоциональная родственная связь, повторяет этот опыт и делает серию фотографий. Фотографии получились довольно серые, довольно нейтральные. Но когда ты знаешь подоплеку возникновения этой фотографии, когда ты понимаешь эмоциональное состояние, в котором фотограф пришел к этому месту, пришел к этому снимку, эмоция, которую ты переживаешь, она намного сильнее. То же самое касается моды. Когда вы понимаете подоплеку, которую дизайнер вкладывал в ту или иную вещь, откуда он черпал вдохновение, что он хотел этим донести, на какую эмоцию он провоцировал зрителя, чем он руководствовался, когда он пытался спровоцировать зрителя на эту эмоцию, вот это зачастую дарит вам больше эмоций, дает больше информации, соответственно, сильнее вас впечатляет, чем непосредственно экономика. Нужно смириться с тем, что мы живем в информационном обществе. Все предметы, которые нас окружают, так или иначе окружены информацией. И это же касается эстетики, это же касается моды, это же касается современного искусства. Мы не можем отделить информацию от объекта, который находится перед нами. Так или иначе, зримо-незримо, эта информация присутствует. Наша образованность, наша культурность в том, что можем ли мы эту информацию принять, либо мы отрицаем ее существование и говорим, что нет, нет, такую мазню может сделать и трехлетний мальчик, полностью нивелируя работу, которая была поделана до этого. Мы живем в мире, наполненном вот этого долгого информационного и энергетического багажа. В течение всей своей жизни вы за собой таскаете вот этот информационный энергетический багаж. Если вы сможете смириться с этим фактом, принять его, открыть этот багаж, перебрать его и выбросить все лишнее, вам будет легче идти дальше, вы сможете что-то новое добавить в свою жизнь. Если же вы по-прежнему будете зацикливаться на эстетике, как просто на проявлении какой-то формы исключительно внешней, вы далеко не продвинетесь и вряд ли вы при помощи эстетики сможете решить свои внутренние проблемы. Ну и для чего нужен трэш, я в принципе уже сказал, что крайне важно оттенять положительные эмоции негативными, таким образом усиливая и положительные эмоции, и негативные в следующий раз у вас тоже будут довольно сильные. Жизнь прекрасная и удивительная, осталось только определить пропорции. Ну, меня сейчас уже трудно вообще чем-либо удивить, и это касается и искусственных эмоций, касается эмоциональных каких-то проявлений людей, потому что, ну, когда я встречаю человека с очень засоренным эфиром, который несет много негатива и пытается на тебя как-то его проецировать, и мне включается дзен 80-го уровня, и единственная мысль, которая возникает, ну, надо же, бывает и так. И через вот это вот принятие людей такими, какие они есть, наверное, приходит понимание собственного счастья. Когда ты смирился с тем, что все вокруг вот, ну, имеют какие-то определенные характеристики, вот этот человек вот такой, а этот человек вот такой. И твоя злоба, твоя ненависть, твоя зависть по отношению к кому-то из людей – это исключительно твои эмоции, которые никакого отношения к объективной реальности не имеют. И когда ты вот, собственно, очищаешь и понимаешь, что жизнь прекрасна и удивительна, иногда что-то встретил странное и удивился, но при этом стараешься все-таки восхищаться прекрасным. Продолжение следует...